Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ И в чем его секреты? Здравствуйте, Галла. Будем разбираться. Галла, добрый день. Интересуемся очень, да. Что же это за проект такой? Итак, давайте начнем. Стартует проект «Искусство ради экологии». Да, это первый такой масштабный проект, который сейчас запускается именно в Москве. Он объединяет любовь к искусству и к экологии. И организатором проекта является Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. И, соответственно, проект у нас стартовал с 12 октября и продлится до 15 ноября. Это такой, на самом деле, это просто очень уникальный проект, поскольку участие этого проекта приняли, поддержали этот проект, там и Третьяковская галерея, и Artplay, и очень много артистов, звезд. То есть такие значимые площадки, мало того, да? Да, более 50 значимых площадок. Публичные люди. Да, публичные люди, которые откликнулись. Акция очень проста. Суть в том, что люди приносят бытовые отходы на точки РСО, получают эко-билет, и эко-билет обменивают в точке выдачи на настоящий билет. Культурный билет. Культурный билет, да. То есть театры, выставки, кино. Театры, выставки, кино, даже топовые концерты известных наших артистов. Там на Дмитрия Маликова, на Леонида Агутина, на Диану Арбенину, на Джимми Роквай. Так, сколько надо сдать мусора, чтобы попасть? На Роксет можно попасть, дорогие друзья, запросто. Мне хотя бы на Агутина, скажите, сколько вам мусора надо сдать? Смотрите, квота следующая. Не менее 2 килограмм либо алюминия, либо макулатуры, либо стекла, либо пластика. Вы должны принести не менее. У нас нету верхней черты. Вы можете принести, ну, знаете, может быть, вы там накопили огромное количество. Накопили. Ну, любители пивных баночек или бутылок из-под газировки в приоритете, конечно. Да, и они могут это принести, но это должно быть не менее вот этой квоты. И, соответственно, получить свой эко-билет, затем его обменять на билет, который они приобретут. Есть какой-то лимит, да, на что кто успел, тот и взял что-то. Да, конечно, но количество билетов, безусловно, ограничено, да, по этой акции. Поэтому у нас есть сайт Articolog.ru. И на этом сайте люди могут просто посмотреть, участники акции, какие билеты сейчас есть в наличии. Поскольку мы накануне в социальных сетях информируем об этом, например, да. Вечером мы выкладываем пост, там, завтра, пожалуйста, обменивайте РСО на эко-билеты. РСО как расшифровывается? Ну, вот раздельные отходы, как раз, да, раздельный сбор отходов. И, соответственно, они уже смотрят и приходят к нам в офис. Поэтому здесь очень важный момент отслеживать билеты в наших социальных сетях. Поскольку, например, вот мы сейчас договорились также, да, что участником акции стал музей Марины Цветаевой. Дарвиновский музей. Дарвиновский музей, да. Музей космонавтики. И в рамках, кстати, вот музея космонавтики можно прийти с ребенком на лекцию. И сейчас мы заканчиваем вот переговоры, да, что они пригласят также на эту встречу космонавтов. Классно. Здорово. И дети могут просто пообщаться вот с такими легендами. И вот, пожалуйста, нужно отслеживать эту всю информацию в рамках акции. Дорогие дети, посмотрите, сколько пивных баночек у папы там в уголочке скопилось. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся к разговору. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Слушайте Страну.ФМ. Мы сегодня слушаем то, что расскажет Галла Сергеева об экологии и о том, как экология, собственно, может прийти в единение с искусством. Да. Мы говорим об акции, которая называется «Искусство ради экологии». Напоминаем такой механизм, что, дорогие друзья, с 12 октября по 15 ноября вы можете успеть получить за мусор какой-то классный билет на концерты, выставки, кино. Но 2 килограмма, это от 2 килограммов, это такой лимит, да, отправная точка. Алюминий, макулатура. Да. Пластик. И пластик. Если 4 килограмма, значит, необходимо вдвоем приходить. И стекло. Вот, и стекло. Точки сбора расположены в Батырском, Тверском, Басманном районах, также в районах Харбат, Митино, Щукино, Хамовники, Сокол, Сокольники и Марина Роща. На сайте можно посмотреть, да? Да, артеколога.ру. Можно посмотреть все точки, где они находятся. Механика довольно простая. Человек приходит на точку, звонит промоутеру, что он подошел, промоутер встречает участника акции, принимает, соответственно, у него бытовые отходы и выдает ему эко-билет. Отдельно, наверное, я хотела бы сказать слушателям о том, что так как сама акция действует у нас с 12 октября по 15 ноября, билеты, которые мы выдаем в рамках акции, есть, например, концерты и на декабрь, есть концерты и на январь. То есть мы не ограничиваем, конечно, нам очень хочется, чтобы люди действительно получили от этого удовольствие. Когда мы выдаем билеты, чтобы у них была возможность спланировать самим свой досуг, конечно, да. С детками сходить, у нас есть там и детские театры, которые тоже поддерживают, да. И вот, как я уже ранее говорила, встречи с известными людьми, поэтому мы не ограничиваем вот выдачу билетов конкретно вот в рамках акции только. Ну, понятно, да. То есть, пожалуйста, да, мы будем очень рады, если они получат позитивные эмоции. Детский театр от Ада Ям, кинотеатр КАРО, Центр документальное кино, экспериментальное, экскурсионное агентство. Там много, на самом деле, выбрать и есть еще. Центр современного искусства Марс, Дарвиновский музей, музей русского импрессионизма, музей Москвы. Приходите, собственно, наслаждайтесь. Знаете, вот отдельно хотела бы сказать, ведь на Artplay сейчас проходит очень классная выставка про Микки Мауса. И мы тоже предлагаем на нее билеты, поэтому, пожалуйста, участвуйте, ваши билеты вас уже ждут. Пожалуйста, приходите, это удивительная выставка, организатором которой является Дисней. Смотрите, есть ли какие-то ограничения по времени? То есть во сколько, когда приезжать, там, будни, выходные или где тоже смотреть информацию? Прием, да, с 8 утра до 6 вечера как мусор. Да, будние дни это с 9 до 2, соответственно, промоутеры находятся на местах и они принимают. А выходные с 2 до 7 часов. Наш офис выдачи билетов, мы работаем с 10 часов и до 6, это будни, в любое время человек может прийти. Мы специально сделали работу офиса таким образом, построили, да, чтобы человек мог прийти вообще в течение всего дня и во второй части поменять этот билет. Вот, и в выходные мы работаем так же, как и точки РСУ. С 2 часов? С 2 часов, да. Вопрос о пластике. Смотрите, он же бывает чистый, да, например, из-под воды и бывает, ну, из-под молока. Необходимо, чтобы все было чистое, такая вот, вымывать и как-то требования. Да, вообще, конечно, есть определенные правила, да, вы правильно абсолютно говорите. Но сейчас в рамках этой акции конкретно у нас есть только одно требование, это вот не менее 2 килограммов пластика. Конечно, есть люди, которые просто, ну, настолько осознанно к этому относятся и крышечки откручивают, и... Знающие уже. Знающие, да. А их надо откручивать, потому что они в какой-то другой контейнер должны пойти, да? Да, поэтому есть откручивают крышки, есть просто для того, чтобы не нести вот эти огромные объемы с пластиком, и сжимают бутылки, ну, чтобы вместимость была больше, и уже приносят. Ну, на самом деле, очень много людей, которые делают именно так, и это очень радует. Я так делаю, сжимаю, да, бутылочки, да. Молодец, да. В всей работе сожмешь, я чувствую. 10 килограммов сдадим. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, ну, а потом продолжим общение. Не переключайтесь. Будьте сестра на ФМ. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Телерадиоканал Страна ФМ. Галла Сергеева в гостях у телерадиоканала. Мы сегодня говорим про экологию, говорим про музыку, говорим про то, как сделать нашу планету лучше. Да. Мы уже вот поняли, что необходимо сдавать мусор, ходить на хорошие концерты. Два килограмма. Что еще есть у вас вот в загажниках, куда еще можете нас направить? Какие еще проекты? На самом деле мы сейчас готовим очень тоже интересный проект, который называется «Эко-манифест». Он посвящен любви к Москве. И также в этом проекте у нас будут принимать участие известные артисты. Мы пока его вот настолько сильно не афишируем, потому что сейчас идет, ну, такой, скажем, бэкстейдж. Конечно, подготовка, да. Но мы абсолютно точно об этом расскажем буквально там через неделю. Вы первые, да, с кем мы вообще об этом поговорили. Значит, это 10 артистов, и у них будет 10 тем, посвященных Москве. Да. Это будет очень интересно. Артисты будут раскрывать свои темы в сюжетных роликах. А, вот. Да, то есть мы сейчас снимаем эти ролики. Это будет 10 роликов, которые, соответственно, мы обязательно покажем всем москвичам, как любить свой город. Это огромный, масштабный, конечно, проект. Артисты именно москвичи, кто родился в Москве или кто просто уже живет? Вы знаете, у нас есть артисты, которые принимают участие, кто, конечно, коренные москвичи. А есть, кто просто тоже так же любит свой город, в котором они сейчас живут. И поэтому будет много сюрпризов в этом проекте. Есть артисты, которые с удовольствием принимают участие со своими детьми. Интересно. Да, и они будут показывать на примере своей семьи, как они используют эко-привычки, свой эко-стиль, да? Ну, как они используют эко-привычки в своей обычной жизни. Несмотря на то, что они звезды, как они это делают. Где заряжают электрические автомобили? В общем, подробности все узнаем попозже, да? И где узнаем, Гала? Да, мы выпустим официальный пресс-релиз. Организатором является этого проекта Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Поэтому, безусловно, первое, где вы увидите, это на сайте Департамента. Через недельку примерно? Примерно через недельку, да. А дальше, конечно, в социальных сетях Департамента и в СМИ, в средствах массовой информации, также, конечно, у участников. Если нас смотрят сейчас артисты, которые хотели бы принять участие, что мы им посоветуем? Мы им посоветуем связаться с нами, бюро номер один, если они хотят принять участие или вообще есть какие-то идеи, которые связаны с продвижением, именно правильным продвижением тем по экологии, осознанно, экологической грамотности. Можно связаться с нами, коммуникационное агентство, бюро номер один, и, соответственно, созвониться и предложить свои идеи. Да, друзья, не забывайте, мы живем в мегаполисе. Да, мы живем в мегаполисе. Не нужно об этом забывать. Давайте вернемся все-таки к проекту «Искусство ради экологии». Мы еще напомним, что нужно сделать, чтобы билеты получить. Вот скажите, Гал, пожалуйста, как вообще эта акция создавалась? Как она придумывалась? Почему возникла такая потребность? Потому что у нас еще написано, что вы и автор, и идейный вдохновитель уникального проекта. Ну, вы знаете, скорее всего, вообще наше агентство очень долго работает в сфере культуры. В сфере культуры. И также часто мы выступаем партнером по мероприятиям, связанным с экологией. И наш опыт показал, что эти экология и культура, эти два понятия, они неразрывно связаны между собой. Поэтому вдохновение пришло и с точки зрения культурных каких-то аспектов. Потому что мы очень много проводили мероприятий и для театральных постановок, и концерты с артистами, и фестивали разные абсолютно. И проводили как раз поддержку мероприятий, таких как, например, климатический форум городов России, который недавно прошел в Москве. И поэтому мы решили, собственно говоря, сделать проект, который объединит людей, которые искренне любят искусство, культуру и неравнодушны к экологии. И мы очень надеемся, что наш проект также смотивирует людей, остальных, да, принять участие и задуматься о важности бережного отношения к своему городу, к Москве. Ну и, в общем-то, культуру. Галла, скажите, пожалуйста, а будет ли такой вот, знаете, поворот в сторону спорта? Например, на спортивные матчи ходить люди, которые тоже приносят... Мне кажется, ты предложила хорошую идею. Вот видите как? Это отличная идея. Отлично, да, у нас плохих нет. Друзья, сделаем небольшую паузу, пока Галла все это обдумает. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, автор и идейный вдохновитель уникального масштабного проекта, который называется «Искусство радиоэкологии» Галла Сергеева по-прежнему в гостях у «Страны.ФМ». И мы рассуждаем на важные темы. Присоединяйтесь к нам. Да, мы напоминаем, что, дорогие друзья, до 15 ноября вам нужно успеть, я серьезно говорю, нужно, потому что классные бонусы будут, сдать по 2 килограмма следующих предметов. Стекло, макулатура, алюминий, что еще? Пластик. Пластик. Вы находите все нужные точки на сайте artecolog.ru, и вы получаете за это билеты на разные мероприятия культурные, так что не пропустите. Можно сходить на концерты, можно посетить театры, можно оказаться даже на экскурсиях. Да. Вот про экскурсии давайте тоже еще поговорим. Это такая тоже приятная форма препровождения. Да, мы когда формировали проект, мы думали о том, каких участников к этому привлечь. И, ну, безусловно, мы очень благодарны, вообще огромное, конечно, спасибо там и Третьяковской галерее, да, которая приняла участие на таком уровне. Но, с другой стороны, мы думали, отлично, хорошо, мы предоставим билеты в театры, на концерты, да, топовые концерты артистов, в музеи. Но что-то еще нам хотелось к этому добавить. И мы пригласили к партнерству экскурсионное бюро. Лучший город земли. Лучший город земли, да. И, соответственно, люди могут также, участники акции, поменять бытовые отходы на билет на экскурсию по Москве. Потому что ведь, в принципе, здесь основной такой смысл тоже в том, что любить свой город, любить свой город. Поэтому, если вдруг кто-то еще не знаком с какими-то достопримечательностями, то он может, с одной стороны, сдать свои бытовые отходы, накопившиеся, может быть, у него, да, сделать чище свое пространство, да, и посмотреть город. Друзья, чем больше сдадите старого, тем больше нового придет в вашу жизнь. Да, абсолютно, это очень хорошая философия. Это философия. Конечно. Философия. У меня тут уже были свои такие праздные вопросы, любопытные. Я уже думала, как попасть на какой-то концерт. И вот Галла мне сказала, что нужно отслеживать, какие билеты есть. Билетов много разных. Реально, они очень крутые концерты. Кто-то идет на Иванушек Интернешнл, а кто-то на Роксет, понимаешь, каждому свое. Да, так в том-то и дело, иногда эти билеты невозможно уже приобрести. Так, а сдав мусор, можно попасть. Да, здорово. Так что отслеживайте. На самом деле, конечно, мы очень благодарны Департаменту природопользования, охраны окружающей среды города Москвы, что они выступили организатором этой акции. И мы читаем очень много благодарности от участников акции, да, в личных сообщениях, которые нам присылают, потому что, ну, действительно, люди как-то заинтересовались этим. И стали интересоваться, а где у нас есть вообще, какая у нас инфраструктура для, да, если... Ну, для этого, да. Для этого, да, какая инфраструктура. И очень много вопросов приходит в связи с этим. Поэтому вот еще раз прям хочется действительно поблагодарить Департамент природопользования, охраны окружающей среды за такие действительно классные, большие, крутые современные проекты. Смотрите, а кто, вот уже акция идет, получается, с 12-го числа, с 12-го октября, кто приходит в основном? Это дети, школьники, студенты, либо взрослые люди. Пенсиагеры, непонятно. Ну да, да, да. Вы знаете, аудитория вот абсолютно разная. Мы же, почему такой список сделали большой? Вот действительно, кто-то хочет на Роксет, кто-то хочет пойти, да, на Ивановки. На Елену Темникову. На Елену Темникову, да, на Диму Билана, да. На экскурсию. На экскурсию. Поэтому приходит абсолютно разная целевая аудитория. Приходят мамы с детьми, которые, например, хотят пойти на детский спектакль с ребенком, да. Приходят женщины там в возрасте 40+, которые в основном меняют свои эко-билеты на билеты в театры. Мюзикла Маяковского. Мюзикла, да. И, ну да, в театр Маяковского тоже они поддерживают. Там очень много центров, которые это поддерживают, культурные. Поэтому аудитория, она абсолютно разная. Если вот так в общем говорить, то это где-то от 18, наверное, до 45-47. Ну вот, кстати, у нас на той неделе приходили люди там 50+, которые именно пришли получить билеты в театр. Здорово. Отлично. Галла, скажите, а может ли это быть, например, ежегодной акцией? То есть на следующий год тоже вот осенью что-то такое мы можем ждать? Мы бы очень хотели, конечно, и мы будем однозначно планировать. Акция регулярная акция может быть станет уже через год больше, где принимают вот это в Турсуриотом. Да, на самом деле мы планируем сделать искусство ради экологии, проводить эту акцию каждый год. Анализируя потребность участников, ну какой отклик больше вызывает, да, что интереснее. Добавляя и партнеров, соответственно, к этой акции, да, и расширяя инфраструктуру по РСО. Ну а производители вот этого пластика, стекла, алюминия, бумага как-то с вами контактируют? У нас есть партнеры по этой акции, например, это сеть Азбука Вкуса. Они с нами контактируют активно очень и информируют своих покупателей об этой акции, да, потому что, ну, соответственно, люди купили там пластик, то они могут... Но у них нельзя принести им еще. Ну, на самом деле, у них очень много есть тоже своих точек, которые стоят при магазинах, они уже стоят, но мы задействуем те точки, которые у нас есть именно в нашем проекте, где находится именно промоутер с экобилетами. Это через год. Это, да, возможно, мы однозначно будем планировать расширение этой инфраструктуры и с точки зрения партнеров, и с точки зрения пункта приема РСО. Давайте еще расскажем, artecolog.ru, заходите, друзья, там все подробности, и там написано, на какой концерт вы можете сходить. Да, и напоминаем, что о двух килограммах, то бы что, очень обидно люди. В одни руки. Да, в одни руки. И обязательно смотрите, пожалуйста, социальные сети, да, когда мы выкладываем наличие билетов или выдачу билетов на тот или иной концерт. Чтобы ожидания все-таки, да, как-то оправдывались. Ну, то есть думают, что пойдут на один концерт, а билета пока нет. Да, нет, на самом деле билеты есть. Просто ведь все мероприятия, они проходят в разные даты. Ну, я и говорю, что, может быть, не попали по срокам. Да, да, поэтому мы и, соответственно, информируем там за несколько дней до начала концерта. Поэтому, если вы не успели купить билет на, например, юбилейный концерт Дмитрия Маликова, то у нас вы абсолютно точно можете получить этот билет. Вот, друзья, пользуйтесь этим лайфхаком. Маленькая пауза, ну, а потом продолжим. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, продолжаем вам рассказывать об искусстве ради экологии. Галла Сергеева в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Давайте еще раз напомним, дорогие друзья, что акция продолжается с 12 октября по 15 ноября. Галла, давайте еще раз все-все-все объясним, как, куда, что делать. Собираем дома мусор. Да. Какой и сколько и куда идем? Пять очень простых шагов в этой акции. Мы собираем отходы, значит, не менее 2 килограмма, либо это алюминий, либо макулатура, либо стекло, либо пластик. Приходим на точку РСО, смотрим это на сайте artecolog.ru, делаем звонок промоутеру, сдаем отходы, получаем экобилет и приходим в офис выдачи, меняем экобилет на билет на любое из мероприятий, которые вы выбрали на сайте. И, пожалуйста, обращайте внимание, у нас есть специальные такие информативные иконки на сайте, где либо билет ждет вас, значит, билет в наличии, вы можете его получить. Как-то забронировать надо его сначала? У нас нет никакой брони, у всех абсолютно равные условия. Сдали, приехали, кто успел, тот получил билет. Вот, то есть три вида иконок, которые у нас есть на сайте, пожалуйста, обращайте на них внимание, это билет ждет тебя, он, значит, есть скоро, это, значит, отслеживайте в социальных сетях, и если вы увидите иконку, что билеты закончились, значит, билеты закончились. Значит, вместо Агучина идете на Ленинград. Например. Нормальный выбор. Или идете на экскурсию. Или в театр. Или на выставку Микки Мауса, пожалуйста, тоже. Да, либо... Музей Марины Цветаевы, да на самом деле встречайтесь с космонавтом. Это, кстати, тоже очень уникальная возможность. Да, конечно. Я думаю, что в плане образования это важно. Можно всей семьей, только с учетом, что два килограмма на одного человека, и один билет в одни руки. Все верно. Галла, можно по датам, вот когда, куда идти можно в ноябре, да? Ну, на самом деле мероприятий очень много, но я знаю, что наибольшее количество вопросов, которые мы получаем, оно, конечно, связано с концертами. И, соответственно, 10 ноября в Крокусе концерт Дмитрия Маликова. Шупер. Да. Леонид Агутин в Олимпийском, это тоже 10 ноября. Дальше. А студия, это 9... Непростой выбор. 10 ноября. Куда же пойти надо будет. 9 ноября в Крокусе. Диана Арбенина, 4 ноября в Олимпийском. Хорошо, что выходные как раз. Да. И вот ближайший, кстати, концерт, это Иванушки. Группа Иванушки. У них 26 октября в стадиуме. Ну, вы, конечно, не пропустите Джимми Ракуай. Это 13 ноября в Олимпийском. По Роксету что там? По Роксету смотрите, пожалуйста, информацию у нас на сайте. На сайт нас отравляют. Каждый о своём. Да. Каждый о своём. Каждый о своём, да. Смотрите, но уже акция идёт, можно делать какие-то небольшие итоги, да, такие результаты. Вы довольны в целом? То есть вот эта волна пошла. Люди, правда, становятся, ну, как бы сознательнее, что ли. Вы же, наверное, тоже не ожидали, когда только начинали это? На самом деле мы ожидали и мы планировали, да. Мы ожидали и мы планировали, и поэтому мы провели вместе с нашими партнёрами, культурными центрами, огромную работу большую. Поэтому мы, конечно, ожидали, и результаты нам нравятся. А где лидеры? Вот кто больше всего приносит? Какой район? Какая точка принимает больше всего? Сейчас пока очень сложно сказать об этом, потому что я бы, наверное, подвела итоги по окончании. Акции, понимаете? Потому что, конечно, там и центральные точки принимают, и у нас есть точка на арт-плей. В Марьино, например, как там сейчас дела? В Марьино всё прекрасно, люди идут. Держитесь, да, приносите. Вот, поэтому я думаю, такие вот прям финальные итоги по количеству людей, какая точка больше приняла, да, отходов, нужно уже подводить после акции, конечно. Ну, здорово, что так сейчас всё это активно поддерживается и как-то задумываются люди о том, где живут. На самом деле это очень приятно. Вы знаете, я просто с многими участниками сама общаюсь, да, когда в офисе приходят, и я говорю, ну, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, расскажите. Дайте обратную связь, да? Дайте обратную связь, да. И очень многие люди благодарят. Говорят, спасибо огромное. Вы знаете, мы очень хотели попасть на концерт Леонина Агутина, очень хотели. Мы просто будем ждать этого поста. И год юбилейного Агутина там, конечно, да. Да, у Димы Маликова тоже это юбилейный концерт, посвящённый его творчеству. И очень много запросов, на самом деле, по его концерту. И люди прям ждут, ждут, когда мы выложим, чтобы они могли прийти на обмен своих эко-билетов. Но очереди есть или так всё нормально? Очень много звонков, очень много. И я думаю, что мы... Вообще, ну, бывают очереди, но нет такой какой-то... Всё достаточно быстро, оперативно. Да, всё быстро, оперативно. И будем сейчас смотреть по выдаче вот этих концертов. В общем, я не вижу никаких препятствий, чтобы, ну, не участвовать. Мне кажется, нужно участвовать обязательно. Всё так легко и просто. Но главное выбрать вот район, посмотреть, где удобно. Да, где удобно. Чтобы всё это довести. А так, ну, прекрасно, мне кажется, возможно. Может, даже если попадёшь на другое какое-то мероприятие, не только на тот концерт, о котором мечтал, ну, всё равно, извините. Зато бесплатно и дом очистили. Класс. Галла, как специалист, вот какие-то советы можете дать людям? Как сделать свою жизнь экологичней? Как сделать свою жизнь экологичней? Да, конечно. Да, да, да. Вот слова, знаете, так много об этом уже сказано. Да, очень много спикеров. Но всё-таки был процесс вот этому, да, понимаете. Вот я говорю об этом, что очень много спикеров, которые об этом рассказывают. А мы предпочитаем это просто делать. Чтобы люди приняли участие. Не на словах, мы это делаем. Мы даём возможность людям самостоятельно задуматься. Каких-то волонтёров привлекаете? Да, у нас, мы привлекаем волонтёров. Причём у нас очень много звонков поступает из вузов. Они сами откликаются, студенты. И тоже участвуют, приходят и рассказывают. На сайте опять можно же посмотреть, да, что к чему все контакты. Да, на сайте всё есть. Спасибо. Мы всё обновляем. Класс, спасибо вам огромное. Мы желаем тех результатов, которые вы ждёте. И спасибо вам огромное за такое доброе дело. Друзья, у нас в гостях сегодня была руководитель агентства Бюро номер один Галла Сергеева. До встречи. Мы тоже присоединимся. Удачи, всего доброго. Спасибо. Очистим дом. А мы спровернёмся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».